Дачная массива Согра Оператив канул в лету, а дома спешно раскупили и оформили как основное жилье. Под документом все чин-чином, но в действительности дачи ими же и остались. Без удобств и благ цивилизации. Однако налоги люди платят как за комфортное жилье. Когда нужно было выборы проводить, или когда нужно было показать или ввод жилья, на многие дачи тут сделали паспорта как жилище. А теперь, значит, показатели показали, выборы провели, а теперь они никому не нужны стали. Ну, как кричат, что типа тут дачи. Но если человек, я так понимаю, получил дом, дом оформлен как дом, он платит налог за землю, за имущество, он должен пользоваться теми же благами, как и житель города. Единственный мостик через местную речушку, которая по весне сильно разливается, и тот оказался довеском ко всем проблемам местных жителей. Среди основных – отсутствие воды, дорог, перебой электроэнергии, стихийные свалки. Честно, элементарно шлаком засыпать, а уж трактор вы сами на него не разровняете. Жительница бывшей дачи Загиля Кожабекова уже который год ведет неравную борьбу с местными властями в надежде облегчить жизнь своих близких и соседей. Благодаря ее усилиям в СОГРУ поступает электроэнергия, но по отдельному тарифу вдвое дороже. За один киловатт здесь платят не 7 тенге, а все 14. Мы бесхозно считаем, что в 2011 до сих пор нас не принимает ни МЕПС, ни ЖКХ. Вот я вот сама одна воюю за свет, хоть держу вот этот свет. А если все откажусь, я вот как договор на меня составлен с Макариком, я расторгну этот договор, и весь народ останется без света. Вот видите, вот наше столово все в аварийном состоянии. Я писала заявление на ЖКХ, и они приходили, комиссию составили. И отвечают, вот когда государство деньги выделит, тогда нормально у вас будет строительная работа идет, говорит. Но пока государство деньги не выделит, они тоже ничего не смогут делать. Неоднократно в своих пламенных руладах Нарсултан Назарбаев хвалился, что Казахстан впереди планеты всей не только по благосостоянию, но и по уровню жизни. Однако довольно дико слушать эти речи и наблюдать вот такие мрачные зарисовки. Но люди, похоже, уже смирились с тем, что живут в богатой республике, как изгои. Ну кого мы вырастим-то? Туберкулезников. Иначе кого мы еще вырастим-то? В сырости люди живут. Здесь же живут, извините, не какие-то олигархи. Здесь живут такие люди среднего, даже малого достатка. Ну надо внимания же обратить на это. А там большой заботы нет. Там просто берега поднять, берега поднять только лишь и всего. Канал прокопать. Канал прокопать и все. Бесхозный народ Казахстана на грани бунта. Многолетнее наплевательское отношение властей лишь усугубляет ситуацию. Жители бывших дач теряют веру в вождя и обещают разобраться с беспределом сами. Кардинальным способом. Казахстана на грани бунта.